Здравствуйте! Вы смотрите очередное видео серии Школа Доктора Скачков, в котором я, доктор Скачков. Расскажу вам, что такое мертвое пространство и как им пользоваться правильно. Названо оно так немножко сурово. На самом деле это очень важное пространство. В нем происходит очищение воздуха от микроорганизмов, вирусов, спор возбудителей различных заболеваний, пыльцы, химических веществ, частиц гари, пыли. Одновременно увлажнение и согревание воздуха. Это очень важные процессы. Более подробно об этом я рассказал в первом видео серии «Как правильно дышать». Но в этом пространстве не идет только один процесс. Это газообмен. А именно обмен в удалении из организма отработанного углекислого газа и перенос клеткам для обмена веществ нужного им кислорода. И очень важно, чтобы все выше обозначенные процессы а именно увлажнение, согревание, очищение воздуха происходили до мертвого пространства. Чтобы там происходил только газообмен. Иначе нарушается и газообмен, а соответственно обмен веществ во всем организме. И как устроено это мертвое пространство? Как им правильно пользоваться? Вы узнаете прямо сейчас! Устроено мертвое пространство относительно просто. Оно начинается либо у кончика носа, либо у края губ. Дальше воздух попадает в трахея, бронхи проходит и достигает альвеолы. Где мертвое пространство заканчивается и начинается газообмен. А очищение, увлажнение и согревание воздуха на этом этапе должно закончиться. Если вы мертвым пространством пользуетесь правильно. А именно вдох делаете все-таки через нос. В этом случае воздух наилучшего качества попадет на газообмен в альвеолы. А выдох сделаете через рот. Как это происходит при разговоре? В данном случае дыхательная система будет служить вам верой и правдой более длительное время. Но! Есть еще один важный момент, который нужно учитывать при правильном использовании этого мертвого пространства. А именно его объем. И как это делать правильно? В зависимости от разных условий. Я расскажу прямо сейчас! На первый взгляд кажется, что такой небольшой объем 150 мл мертвого пространства можно не учитывать при дыхании. В легких может находиться 4-5 литров воздуха. Но! Так кажется только на первый взгляд! Потому как при некоторых заболеваниях кардиореспираторной системы даже такой малый объем приобретает не просто важное, а жизненно важное значение. А также правильное дыхание нужно учитывать тем, у кого есть риски по онкологическим заболеваниям. Некоторые дыхательные практики проверяют эти риски на практике. Также важно иметь хорошую генетику в отношении сердечно-сосудистых заболеваний. Потому как при неправильном дыхании риск развития этих заболеваний и связанные с этим риски для вашей жизни также увеличиваются. Поэтому смотрите видео дальше. Я думаю, что достаточно много интересной информации еще впереди. В состоянии покоя за один вдох Взрослый человек среднего веса, среднего роста вдыхает примерно 500-600 мл воздуха. Мужчины процентов на 10 больше, чем женщины, что связано с гормональным фоном. Иными словами, за одно дыхательное движение. Обычный человек, вдыхая 600 мл воздуха в альвеолы попадает всего 450. 150 остается в мертвом пространстве. И до альвеол не доходит. И так дышит большинство. При среднем 8-12 вдохов в минуту человек за сутки через дыхательную систему пропускает кубометры воздуха с нуждами ему для обмена веществ кислородом. И так происходит, пока человек здоров. Как дышать правильно? В первых видео серии «Как правильно дышать» я уже обозначил. Здесь повторяться не буду. Что происходит в случае заболеваний кардиореспираторной системы? Часто появляется одышка. Испытывая кислородное голодание, человек дышит поверхностно и часто. Что очень неэффективно. Потому, как если человек сделает вдох, вдохнет 1,5-2 литра воздуха, минус 150 мл мертвое пространство, ну скажем, с 2 литров он получает литр 850 в альвеол для газообмена. Если человек дышит поверхностно, скажем, вдыхает по 400 мл воздуха, то ему для того, чтобы пропустить через легкие 2 литра, нужно сделать 5 вдохов. 5 вдохов – это 750 мл на мертвое пространство. Иными словами, при одном полном правильном вдохе в 2 литра человек в альвеолы запустил литр 850 мл воздуха. 5 вдохов – это литр 250 мл. То есть на 600 мл воздуха в альвеолы зашло меньше. А если дыхание еще более поверхностное, то оно становится еще менее эффективным. Поэтому, если у вас есть одышка, и есть возможность совершать полное дыхательное движение, дышите правильно. Но! Это в том случае, если человек болен. А часто условно здоровому человеку предлагается изменить целенаправленно систему дыхания. И к чему это может привести? Вы узнаете прямо сейчас. Достаточно часто условно здоровым людям, либо имеющим специфические заболевания, например гипертоническую болезнь, либо бронхиальную астму. Рекомендую перейти на поверхностное дыхание. При котором в организме накапливается углекислота, поступает меньшее количество кислорода. И это расценивается как благо. Да, действительно какие-то изменения происходить могут. Но! С достаточно серьезными рисками. Потому как можно вам задать ехидный вопрос. Откуда появилась углекислота, если вы не вдохнули кислород? Ведь по условиям задачи кислород окисляет пищу, превращая часть ее в углекислый газ. Который неизменно образуется в организме. И он не имеет физиологического. Это конечная точка в обмене веществ. Да, он может расширить сосуды. Но если нет атеросклероза. Если гипертония без атеросклероза сосудов. Потому что гипертоническая болезнь с атеросклерозом сосудов. Это очень опасная комбинация в этом случае. Очень легко вызвать синдром обкрадывания и ишемию либо сердечной мышцы, либо мозговой ткани. Либо почечной ткани. Тут возможны варианты. Точно так же как бронхиальная астма. Да, конечно, врачи скорой помощи прекрасно снимали приступ бронхиальной астмы. Без медикаментов. Когда один садился на ноги пациенту. А второй на грудную клетку. И удерживая руки, закрывал рот и нос. Несколько десятков секунд борьбы. Из которой вылеченный пациент выходил уже без приступа бронхиальной астмы. Главное, чтобы он не успел поколотить своих спасателей по дороге. Поэтому держали руки и ноги. Это все понятно. Но! Снять приступ бронхиальной астмы. И лечить бронхиальную астму. Таким путем. Это две большие разницы, как говорят в Одессе. А риски появляются. Потому как для того, чтобы углекислый газ образовался в клетках. Все-таки через легкие должен попасть кислород. А для того, чтобы выбирать кислород из скудных количеств воздуха. Нужно увеличить количество гемоглобина и эритроцитов. Переносчики должны работать более эффективно. То есть их должно быть больше. А это увеличивает вязкость крови. Нагрузку на сердце и на сосуды. И палка всегда о двух концах. Такой метод лечения, насколько я понимаю, не самый простой в использовании. Особенно чреват как ближайшими, так и отдаленными осложнениями. А вот как лучше дышать, на мой взгляд, правильно используя мертвое пространство. И более эффективно. Вы узнаете прямо сейчас. Более правильное и полезное для здоровья, на мой взгляд, полное дыхательное движение. Описано еще в восточной медицине. При котором вы вдох делаете через нос. Постепенно заполняя органы дыхания необходимым вам воздухом. Выдох делаете либо через нос, либо через рот. Лучше делать через рот. В этом случае дыхательная система будет служить вам лучше и дольше. При этом мертвое пространство существенного значения для вашего организма практически не имеет. Потому как если вы вдохнете в легкие 3 литра воздуха, в мертвом пространстве останется всего 150. Если вы дышите просто обычным дыханием и за каждое дыхательное движение вводите 600 мл воздуха. Чтобы получить те же 3 литра на уровне альвел, вы должны сделать 5 дыхательных движений. Иными словами, при полном дыхательном движении у вас в мертвом пространстве очищенного, увлажненного, согретого, но не используемого в дыхании воздуха 150 мл. А при обычном дыхании 750 мл. Может быть цифра небольшая, но вы же дышите 1440 минут в сутках. А сколько лет и десятков лет вы живете? Представляете какой объем воздуха вы просто так вот зря отфильтровывали, увлажняли и согревали. А это имеет огромное значение в принципе не сейчас, когда вы практически здоровы или относительно здоровы. Когда вы набираете грудь болезней. Вот там уже все эти миллилитры превращенные уже в кубометры зря очищенного, согретого и увлажненного воздуха будут иметь для вас серьезное значение. Поэтому, на мой взгляд, полное дыхательное движение, известное еще с древних времен, самое полезное для здоровья. Хотя есть и другие варианты, которые также применяют. О них я расскажу прямо сейчас. Часто, чтобы жить лучше и дольше, пытаются смоделировать условия высокогорья. И либо уменьшают количество кислорода во вдыхаемом вами воздухе. Либо увеличивают мертвое пространство, используя разные трубочные системы. Конечно же, в горах люди живут обычно дольше. Но! При всей абсолютной необходимости кислорода, без которого человек не может обходиться дольше 5 минут, кислород в системе. Он вторичен. Не кислород вам нужен как таковой. Поэтому гипервентиляция одна из систем дыхания неправильная. И, к счастью, она может применяться лишь кратковременно. А продукты питания. Тот объем пищи, которую вы ввели в свой организм. Столько вам нужно кислорода для ее окисления и излечения энергии солнца. Которое там заложено. Не больше и не меньше. Поэтому системы долгожительства, когда ограничивается рацион питания, они известны. Минус 30 процентов по рациону и вы живете дольше. Плюс 30 процентов по рациону. Выиграли вы миллион долларов, получили наследство. Начинаете кушать больше и живете меньше. Оно все взаимосвязано. Более того, если вы вводите в свой организм пищу, которая еще и не переварилась, а при неумеренном питании наиболее вероятно так и происходит. Вы провоцируете развитие дисбактериоза кишечника. А это с гарантией еще минус 30 процентов вашей жизни. Потому как вместо полезных веществ, которые вы ввели в пищеварительную систему, вы получили продукты жизнедеятельности патогенной микрофлоры, которые там всегда присутствуют. И готова помочь вам сократить вашу жизнь вашими же усилиями. Ну а о том, как правильно питаться, такие видео со временем появятся на моем канале. А я надеюсь на положительной ноте, позитивной ноте. Предупрежден, вооружен. Это видео не самое простое. Буду заканчивать. А в следующем видео вы узнаете еще одну важную особенность, как альтернативным способом не в эритроцитах, не в гемоглобине переносить кислород. И насколько этот кислород очень важен для вашего здоровья. Вы узнаете в следующем видео на моем канале. Чтобы вы его не пропустили, не забудьте подписаться на мой канал. Чтобы его не пропустили ваши друзья и знакомые. Не забудьте поставить лайк на это видео. Отправить ссылочку на него своим друзьям. Кого вы хотите приобщить. С кем вы хотите жить лучше и дольше. А я с привычным подписчиком моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения это видео буду заканчивать. Ждите новое видео на моем канале. До новых встреч!